Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников, и мы разберем сегодня задачку, предложенную в конце ролика потенциальная кинетическая энергия. У этой задачки есть даже специальное название парадокс кинетической энергии. Вы можете посмотреть статью википедии под таким названием. У нее есть несколько разных красивых формулировок и разных подходов к решению. И мы сейчас вспомним ту формулировку, которая была в ролике. Ну и так, имеется некоторое тело, оно движется по инерции с единичной скоростью. Для его поддержания движения энергию тратить не нужно. А вот чтобы разогнать его до большей скорости, надо затратить некоторую энергию. Ну мы будем так считать, что энергия этого тела, когда она с единичной скоростью движется, тоже равна единице. А когда она движется со скоростью 2, значит квадрат скорости четверка. Здесь энергия тоже будет равна четверке. Ну и стало быть, нам надо затратить 3 единицы энергии, чтобы его до такой скорости разогнать. А теперь мы на ту же ситуацию смотрим с точки зрения наблюдателя, который тоже движется с единичной скоростью. И стало быть, относительно него тело сначала покоится, его кинетическая энергия равна нулю. А когда оно разгонится до единичной скорости, его кинетическая энергия будет равна единице. Ну и стало быть, кинетическая энергия выросла в этой системе отчета на 3 единицы, а в этой системе отчета на 1 единицу. И вот здесь-то и сидит парадокс. Ну, понятное дело, что кинетическая энергия разная в разных системах отчета. Это очевидно. Но то, что изменение кинетической энергии в разных системах отчета тоже разное. Это удивительно, ведь казалось бы, что мы для разгона тратим, ну например, одно и то же количество горючего, что в той системе отчета, что в той. Но если мы здесь потратили 3 единицы, а здесь единицу, куда еще 2 единицы затраченного горючего делось? Вот на этот вопрос вам и предлагалось ответить. Разрешение этого парадокса, как верно было замечено некоторыми нашими подписчиками, состоит в том, что тело не может само изменить свою скорость в силу закона сохранения импульса. И для изменения скорости оно должно с чем-то взаимодействовать. Может мы его веревкой разгоняли, тащили. Может палкой толкали. Может это был автомобиль, и он за счет работы своего двигателя, значит автомобиль разгонялся. А может это была ракета, и она выбрасывала какую-то массу. Ну правда тогда и масса поменялась бы, да, надо заметить. Но будем считать, что это происходило отталкивание колесами от земли, и автомобиль разгонялся. Ну и тогда нам нужно спросить себя, а что происходило с землей в одной системе отчета и в другой системе отчета. Вот здесь можно писать законы сохранения импульса и энергии. Но мне больше нравится другой подход, когда мы рассматриваем поток мощности между разгоняющимся телом и тем массивным телом, в которое оно упирается при разгоне. Что я сейчас и сделаю. На первой картинке я нарисовал ситуацию, когда машина разгоняется относительно неподвижной в начале эксперимента платформой. Причем платформа имеет по сравнению с машиной очень-очень большую массу. Ну соответственно зеленые стрелочки это силы. Сила действующая на автомобиль со стороны платформы, сила действующая на платформу со стороны автомобиля. Силы равны по величине, противоположны по направлению. А вот красными стрелками я изображаю потоки мощности. Значит у меня от двигателя мощность поступает, ну у меня заднеприводной автомобиль, значит на заднее колесо. И соответственно она распределяется, какая-то доля мощности идет на то, чтобы увеличить кинетическую энергию автомобиля. Ну и вообще, как говоря, какая-то доля мощности и в платформу тоже вкладывается. Ну вот только в первой ситуации эта доля мощности бесконечно мала. Сейчас мы с этим разберемся. Ведь что такое мощность? Это сила, умноженную на скорость. Но соответственно энергия, которую приобретет автомобиль, это интеграл по времени, от силы, умноженную на скорость. Вот такая энергия автомобилем приобретается. А если я хочу узнать, какая энергия приобретается платформой, ну соответственно я должен написать такой же интеграл, только вместо В будет стоять У. Скорость платформы. Ну, вообще говоря, она не равна нулю в течение опыта, хотя равна нулю на старте. Но поскольку платформа очень массивна, скорость платформы бесконечно мала по сравнению со скоростью автомобиля. Ну и соответственно вкладываемая в платформу мощность вот в этой первой картинке тоже бесконечно мала. Будем говорить, что она равна нулю. А теперь мы нарисуем вторую картинку. Когда, значит, с точки зрения человека, который идет с некоторой скоростью У. Ну и соответственно платформа назад относительно него движется с такой же скоростью, если он здесь не подвижен. Ну, остались те же самые силы, та же самая мощность, которая поступает от мотора. И вот она теперь распределяется между мощностью вкладываемой увеличения кинетической энергии автомобиля и мощностью вкладываемой увеличения кинетической энергии платформы. Во второй ситуации. Почему теперь вот эта величина не бесконечно мала? Ну, потому что теперь у меня есть сила какая-то F и есть скорость в ту же У, в ту же сторону направленная. А мощность, соответственно, это сила умножить на скорость. Ну и вот этот интеграл по времени, это энергия, которая в платформу вкладывается. Ну, а энергия, вкладываемая в автомобиль, теперь-то у нас автомобиль для этого человека, для этого наблюдателя, имеет меньшую скорость уже не В, а В минус У в тот же момент времени. Ну и соответственно вот такая энергия полная за время эксперимента вкладывается в автомобиль. Ну, мы видим, что вот эта величина плюс вот эта величина как раз и будет интеграл FVDT. Так что с балансом энергии все нормально. Какая энергия поступает от двигателя? Здесь она вся в кинетическую энергию автомобиля вкладывается, а здесь она частично вкладывается в кинетическую энергию автомобиля, а частично в кинетическую энергию платформы. И все это зависит от того, в какой системе отсчета мы рассматриваем взаимодействие автомобиля и платформы. И когда У равно нулю, все идет в автомобиль, а когда У не равно нулю, значит у нас платформа движется относительно наблюдателя, у нас в платформу тоже вкладывается некоторая кинетическая энергия того же порядка, что и в автомобиль. А не бесконечная малая по сравнению с вот этой энергией. Ну, соответственно, это и есть разрешение парадокса в вот этой системе отсчета. Часть энергии была вложена в автомобиль, а часть в движение, в изменение кинетической энергии платформы. Ну, на этом месте я поставлю точку. И спасибо вам за внимание.